Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Полянская участница Ники Шукуровой исполнилась 24 года. Катя Кауфман негодует из-за того, что Ника лезет в их пару с Ильей Епаровым. Она опубликовала на девушку компромат. Это видео для взрослых. Если вы видели видео с Рапунцель, то там то же самое. Кауфман пишет. Если девушка строит из себя невинную овцу и лезет в мою пару, пусть будет готова, что правда о ней выйдет на всеобщее обозрение. Костя Иванов заступился за свою девушку Сашу Гозиас. Он ответил на пост Марины Тристановной, мамы Таты Абрамсон. Она оскорбила Сашу и обвинила ее в уходе Таты с проекта. «Жутко лицемерная женщина», – написал Костя. «Когда вы уходили, то сказали, что ни на кого зла не держите. И после этого такие угрозы. Ребята сами загнали себя в это положение, проблема только в их головах. А Саша не сказала ничего нового. Мы все желаем ребятам добра и всего хорошего, чтобы у них все получилось». Заполыгалова и Ваня Барзиков поругались. «Ване нужен зайка», – как он сказал. «Вот меняюсь, становлюсь зайкой. Мы пока практически не общаемся, но я готова меняться ради наших отношений, потому что хочу видеть рядом с собой именно такого мужчину, как Ваня. Хотя этот пост он тоже не увидит, я у него в черном списке». Арина Мексика показала результат ринопластики. Теперь ее можно принять за героиню фильма «Аватар», причем без грима или спецэффектов. Также Мексика похвасталась подаренным ей на день рождения букетом роз. «Спасибо, милый», – подписала она снимки. Подписчики в шоке, что Ольга Бузова сделала со своими собачками. На одном из последних фотографий в ушки собачкам вставлены сережки. Многие негативно высказались в адрес Бузовой. Поклонники убеждены, что издеваться над собаками, а именно этим занимается Бузова, непозволительно. Бузова стала ведущей международного турнира по смешанным боевым единоборствам в городе Пензи. Это был мой первый опыт ведения подобных масштабных мероприятий и, надеюсь, не последний. В футболе я уже разбираюсь, надоело. Буду изучать боевые искусства. Пользователи соцсетей подметили, как стали похожи бывшие участницы проекта, подружки Настя Алисова и Аня Якунина. В сети гуляет эта фотография с шутливой подписью «Найди 10 отличий». В загородном доме Антона Гусева и Вики Романец поселился новый житель. Они взяли на прокат львенка. Также Романец готовится к празднованию дня рождения, 14 января. Подготовка уже началась, пишет Вика, любимый подстригся. Утром 15 января наш самолет отправится в Дубай. Счастливая я девушка. После отдыха мой гараж примет новенькую немецкую гостью. Подписчики спросили Женю Гусеву, не залезла ли она на потолок от зависти после того, как узнала, что Антон с Викой летят в Дубай. Гусева ответила, так они в Дубай летят на фотосъемки. На них пригласили еще 15 девочек, билеты оплачивает агентство. Меня тоже пригласили на этот фотосет, но кто-то заистерил. Игорь и Элла Трегубенко опубликуют фотографии со своей прогулки по Красной площади. У ребят, видимо, все хорошо в отношении. Лиза Шароха в видеоблоге рассказала о своих планах на 2017 год. В 2016 я попала на Дом-2, но потом встретила любовь за периметром. В 2017 я стану мамой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.